Не надо бросать, не лечить это просто и кончание исполнения. Голод вообще, напряжение страшное. Писер перед свинью. Потому что если свинья возьмет жемчуг, то выводит, что он делает. Или если вы сказали про апельсин. Если свинья дать апельсин, то она едва ли оценит их на что-то более существенное. Для меня что-то такое испражнение. Поэтому Кришна не торопится дать свою самую ценную энергию преданную до тех пор, пока у нас остается вкус, извращенный материальным испражнением. Которых достаточно здесь в материальном мире. Кришна говорит, хорошо, радуйтесь жизни и живите. Как в Библии говорится, есть такое «плодитесь и размножайтесь». Татас, все благословения в этом имеют. Ешьте все, что угодно. Будьте счастливы только. Вы к кому-то приставайте. Ко мне не дыма, не дыма. И чтобы в нашем сердце появилась эта амбиция. А откуда мы возьмем? Нам здесь не плохо кормят. Известный персонаж мультик, я говорю. Здесь не плохо кормят. И вот откуда у нас возьмем это амбиция, это желание. А мы знаем, что в этом мире все потеряется желанием. Жил я спокойно живу. Вдруг это желание билось, и вся жизнь переворачивается. Вот и все. Итак, откуда у нас возьмете эта амбиция? Я хочу обрести духовную любовь. Я хочу приобщиться к этой духовной любви. Мы очень хорошо должны понимать отличие материального наслаждения от духовного божества, которое составляет суть духовной жизни. То есть в этом все так. К чему мы не переходим сразу к лире? Ну, можете вы перейти к лире. Вот тут у меня есть немало. Даже целое приведение. Мы вчера читали с Аджайи того. Что мы читали вчера? Напоследок. Чанакара Чанрик. Да, Чанакара Чанрик. Удивительное произведение, где описаны очень сокровенные игры Кришны именно с Адхарами. Мы должны приступать к этому. Но вот проблема. Мы очень хорошо должны понимать отличие материального наслаждения от духовного божества, которые составляют суть духовной жизни. Знаете, когда Холстей, когда мы видим картину, я в этом летом попал в первый раз в жизни в Третьяковское время. Это был такой релакс. Он вышел в трансе. И что вы видели? Мы видели картину. Не просто картину, а произведение искусства. Что не картина, то шедевр. В общем, шедевр это. И самое интересное, что все эти краски были особым образом уложены куда? На Холст. Холст я не видел. Я видел картину. Иногда мы приходим в кинотеатр, и три луча. Синий, жёлтый, красный она даже. Они рисуют нам удивительную фантазийную реальность. Она вообще из какой природы нет. Но они кладутся на Холст. Который мы не видим, как мы воспринимаем. И вот этот Холст, это некая основа. Он был хорошо пропитан. Это та основа, эта тататва. Иначе не будет основы, не будет картинки. Мы не увидим эту рыбу. Она не траляется для нас. Если бы художник не положил её на что? На соответствующую основу этот Холст. И Холст нас не интересует. Что интересного в Холсте? Нас интересует изображение. Поэтому мы сейчас вот сидим. Я пытаюсь жестикулировать. Привлечь ваше внимание к этой татуе. К этой татуе. Поэтому Кришна Дараска и Раджа с вами продолжает описывать эти три энергии. Только для того, чтобы объяснить нам очень хорошо, как эти энергии проявляются в духе. И как эти проявляются в материи. Отличаются от чего мы видим здесь. От всего, что мы видим здесь. Как духовная реальность. Имеет отличие от всего того, что мы можем воспринимать в этом мире. И Шла Пропада приводит стих, который Кришнадский раз через пару стихов концептирует из сердечного Порана. Имеет отличие от того, что мы видим здесь. Имеет отличие от того, что мы видим здесь. И смесь с собой другого,ación не влияет на тебя. Ибо ты свободен от материального качества. Эта очень важная стих для понимания всех В начале Вашнама снова и снова цитирует стих из Вишнум Пурана, где объясняет равных и верных изначальным проявлением этих трех энергий. Вадим, Самкини, Самкин, которые в другом на мире гармонично сочетаются друг с другом и представляют собой мечтой иное. Единое целое, мечта единое целое отражает на нем этих трех энергий в материальной мире, которые принимают по трех гумб материальной природы. И вместе с того, чтобы гармонично сочетаться друг с другом, начинают сражаться. Интересный факт. В духовном мире энергия существует. Она единая духовная энергия, делится на эти три раздела. Но она при этом единая. В материальном мире принимают три гумб природы. И соперничать. Природы материальной жизни и материального мира это постоянные конфликты. И в том числе конфликт между различными качествами материальной природы. То есть имеется в виду три гумы материальной природы, которые в конечном счете отражают эти три изначально энергии просто. Но в духовном мире они помогают друг другу. В духовном мире они гармонично дополняют друг друга. В материальном мире эти энергии постоянно соперничают друг с другом. В материальном мире тоже есть там химии, бытие или жизнь в материальном мире. Есть холодильник, материальное блаженство. В материальном мире есть чип, какое-то бредное отражение самих энергии знаний. Но если мы посмотрим, как это все взаимодействует друг с другом, то мы поймем, что они постоянно пытаются уничтожить друг друга. Интересный момент, да? Наслаждение уничтожает бытие. Если человек слишком увлекается наслаждением, то к чему это приводит? К быстрой смерти. Жажда жизни, как говорили с вами ухараши в своей лепке, приводит к себе интересный протоксальным образом устроен. А жажда жизни – это жажда наслаждения, которой, собственно говоря, мы существуем. Наслаждение уничтожает. Самит энергии познания материального мира. Познание и эмоции сочетаются и ябко считается. Как рассудок холодный сочетается с эмоциональной сферой. Как они находятся в конфликте, в антагонизме. Даже физиологи говорят, там разные центры. Рецепродные отношения. Вообще, разные уровни мозга за это отвечают. Разная пиихимия за это отвечает. Как огонь, как лед и пламя. Разные вещи. Даже в психотерапии я построил психоназию. У нас два выбора. Или эмоционируется. И тогда нужно нерациональность. Или рационально. И тогда самоосновение происходит. Когда человек в таком подгустенном состоянии, его нужно просто остановить. Иногда, как женщина, она проходит. Состояние экзалитации эмоциональное. Нужно делать потому, что он не нравится на ее защиту. Он не просто успокаивает, как мы сейчас читаем, историю Кашля об едите. Кашля просто решил успокоить. Он начал ей философию рассказывать. Пришла полная эмоциональная экзалитация, а он не начал философию. Только для наших коллег успокоить. Эти энергии, они здесь гумантично-материальные эпизоды. Педаводия. То же самое познание. Когда ученые пытаются познать в жизни, что они делают. А они уйдут что? Кашля. Правильно. Когда Кашля Прабхупали пришел, привели одного человека, он спросил, кто это? Ченец говорит, это ученый. Бедные лягушки. Что Прабхупали? Такой рассказ. Бедные лягушки. Иначе мы можем увидеть, как в материальном мире есть постоянный конфликт между этими тенденциями. Постоянное уничтожение, взаимная попытка уничтожить. В духовном мире мы видим прямо противоположную картину. Поэтому тапла, она для чего нужна? Для того, чтобы вскрыть подмены нашего восприятия. Даже ложные установки и убеждения, которые созрели, выросли и дали плоды на почве из материального опыта. Поэтому мы не можем просто так. Просто так. Даже при всем своем желании. И в духовном мире мы видим, как все эти энергии гармонично, гармоничным образом дополняют друг друга. и создают эту идеальную картину духовного путия. Это противоречит нашему опыту. Я первый раз, когда слушал эти лилы, так не бывает. Потому что у нас такой опыт. Гуны здесь конфликтуруют. А там они конфликтуруют. Как? Санхуни царам шаха. Шудха сатва намама. Твара ванера саттанхая. Яхате вишрамама. Следующий стих. Санхуни царам шаха. Шудха сатва. Основа энергии санхуни. На ней покоится бытие Господа Кришны. Следующий стих. Мать Кришны. Его отец. Обитель. Дом. Ложа. Сидение. И прочее. Суть проявления. Шудха сатва. Итак, чистая сатва проявляет весь этот духовный мир. Это чистая сатва. Или чистая энергия бытия. Дальше Кришны цитирует очень важный для нас стих. Санхуни царам шаха. Вашадеева шаххидам. Яд ядей татра. Гонам апавритаха. Что такое? Вишудха сатва. Что такое? Это энергия бытия. Вишудха сатва. Это энергия, которая открывает человеку Бога. Апавритаха. Бог скрыт для нас. Хотя у нас на алтаре. Но тем не менее. Мы смотрим на него через. Санхуни царам шаххидам. Бог, который сейчас является адхокшаджи. Он говорит адхокшаджи. Недоступным нашим чувствам. Может стать ахшаджи. Если мы достигнем шудха сатвы. Поэтому наша практика. Это опытка. Это шудха сатвы. Достигнуть. Поэтому у нас особый образ жизни. Особое мышление. Особое общение. Что-то такое особое. Спешивое. Эсклюзивное. Только для того, чтобы мы подобились возможности даршим госту. Иначе говоря, чтобы увидеть эти картины Духовного мира, Человек должен очистить свое бытие. Человек должен приобщиться к этой энергии шудха сатвы. И далее в этих стихах Кришнадский раз говорит Суть энергии, сам вид состоит в знании того, что Господь Кришна – это верховная личность Бога. Первый Господь. Все прочие виды знания, такие как знания Абрама, они представляют собой составные части этого изначального знания. Здесь очень такой важный комментарий, что трубку падает. Но я просто смотрю на часы, время тает, а я только ночеваю. Ну, это же тафор. Дни можно просто погрязнуть полностью. Вот. И дальше главный стих, на который мы делаем актент. Собственно говоря, это было присказно. А теперь начинается сказка. Этот стих объясняет так, Ваши Матери Акхарани. Хладмира сара према, према сара ава. Хабира парана, каштан, нама маха ава. Суть энергии Кваддины – это любовь к Богу. А суть любви к Богу – духовная эмоция крипава. Наивысшим выражением которого является маха ава. Может быть, понятно. Комендарь. Хладмира шахта порождает любовь к Богу. Эта любовь бывает двух видов. Чистая и отверненная. Когда Шри Кришна подаряет живое существо своим Хладмира шахте, способный примитиво самого, живое существо обретает чистую любовь к Богу. Когда же Хладмира шахте смешивается с внешней материальной энергией и исходит от живого существа, она проявляется как восприненная любовь, которая нисколько не привлекает к Кришне. Напротив, в этом случае живое существо применяется в блеск материальную энергию. Вместо того, чтобы обезуметь от любви к Богу, живое существо теряет рассудок, гоняет за чувствами и удовольствием. А соприкосновение с Гуной материальной энергией вынуждает душу переживать горь и страдание. Вместо того, чтобы обезуметь от любви к Богу, есть честная операция — продукция. Примером чистоизмяния шахте служит любовь девушек-правда, в Божественном кругу, которого Емельатера Харани найдет нижний. Суть к Хладмиην и шахте является любовь к Богу. Суть любви к Богу — это бхава, духовное переживание. А вершиной бхавы — это мармхава. А Емельатера Харанина нествует все эти три аспекта духовного сознания. Таким образом, она представляет, как воплощение высочайшей любви к Богу является объектом любящей Кришны. Так, в духовном мире, все три энергии, в конечном счете, как я уже говорил, гармонично служат Кришне. Что Фрубада объясняет? Он говорит, что сад – это энергия, которая раскрывает пути Кришны. Сад – чьи – это энергия познания и восприятия. Любое восприятие, которое у нас есть, все, что мы воспринимаем, все то, что мы видим, все то, что мы чувствуем, ощущаем все это проявление энергии ЧИТ. Но на реальном мире эти энергии ЧИТ действуют извращенным образом и в конечном счете, человек ничего не понимает с помощью своих попыток постичь, что он просто режет лягушку, когда это шло предупреждало. А встреча, ну, как я уже говорил, с ученым. Итак, человек хочет познать, у него есть потребность познания. Мы познаем внешний мир, мы пытаемся познать себя. В этом смысл бытия. Жить – это значит испытывать, переживать что-то. Если у нас в должный срок не появляется опыта жизненного, который соответствует нашему биологическому возрасту, человек впадает в депрессию. И вытащить его от этого уже очень сложно. Если мы не открыты миру и не познаем этот мир, мы себя уничтожаем. Это вопреки энергии вот этой тенденции жизни. Поэтому в материном мире мы, это процессы, но вопрос, в материном мире, когда мы пытаемся делать это безотносительно или без ссылки на энергию любви, холодильной шахты или энергию бытия, в материном мире все эти процессы отделяем. То есть получается искаженное знание. В духовном мире все эти энергии действуют вместе. И когда человек соприкасается с шутха-саттвой, очищает свое путие, он получает шутха-саттва-виша-штамп. Эта шутха-саттва дает ему частицу энергии Чит вместе с энергией Вадимы. То есть если мы поднимаемся до этого уровня, и шутха-саттва, и шутха-саттва, мы там все получаем. И Вадим, и Чит, это знание, блаженство оно проявляет. И когда все эти три энергии приходят к нам, то только тогда мы можем понять Бог. Да, я вас уже удаю, да? Я расскажу вам свою историю. Просто снять напряжение. Мы уже заканчиваем. Итак, в этом стихе есть три энергии для трансформации нашего сознания подъявления этих трех энергий, когда они не сходят на нас, как объяснять нашему другу. Но когда познание о самих одарено проявлением Вадимы, в другой части внутренней энергии Господа, живому существу открывается возможность познать личность Бога. Именно так действует изначально самим шахт. Итак, в этом случае Шила Аратхатакурани начинает питать это живое существо. И как к этому прийти? Ну, как прийти к шутхасаду? Ладно, все понятно. С этими энергиями, как они работают в духовной, как материально... Вы нам конкретно скажите, по-человечески, как прямо прийти к этой шутхасаду, чтобы получить это все и инклюзивно, все включено. Как это все получить? Махан рассказывал историю небольшую, свидетелем которой он был на прошлогоднем, кажется, в ретрите в Актигене Господа Махараджа. Я думаю, он в сети это видит, но все эти ночные, можно назвать, завирусовало, что-то все видели. Но для меня это было откровение. Он рассказывал, что в один из дней в Актигене Господа Махараджа предложили 108 блюд. Он говорит, что я когда увидел это пиршество, то я получил сенсорное утомление. Просто отзерцание этих блюд и того количества великолепия, которое там было. И там были вайшнамы, вишки, в Актигене Господа, они непринужденно общались и разделяли этапию. Но свидетелями этого всего были два мальчика. У него с двойного санта. Ему было по пять лет. На пятом году в жизни. Это очень серьезный рычаг. Он единственный из детей, кто каждый день приходил на манглазы и со всеми вычитывал 16 кругов. Так что и он, естественно, когда пробегая мимо заглянул в окно, и выглядело-то все был в топ-кадре. Неподдельная детская восторг. Просто такой. И это, естественно, в рюмце не присутствующая рычагна, особенно я с вами, Махарыч, когда они видели это лицо. Я сам Махарыч, ты сюда. Иди сюда. Иди сюда. И они его туда задавали надавали настолько всего, что он когда мед не терял оттуда, выкваривался. Но у него был друг Макунда. А ему было уже лет 11. И, видимо, Варадасасанта Парту рассказал Макунде где он там сидел. И главное, он ему сказал еще, как у него что-то получилось. И этот Макунда появился опять же в этого окна. И тоже пытался туда заглянуть. Но почему-то его брожение не внушало такой восторг Варадасасанта. Потому что наверное, не на все Макунде приходил. Не все Джаба Бочитова. Но в конце концов он утомил присутствующих Варадасасанта. Но обратил внимание на него Варадасасанта. Но когда же сказал пригласите. И ему как он дал предвкушение этого всего дела. Что он тоже сейчас будет поднагражден и побежал. Но в береге его остановил Матыч. И помню, как я звалил. Молодя Матыч. Она ему что-то шутнула на ух. И Макунда развернулся и пошел в другую сторону. Я от него побежал. Соревывал. Что хочу. Убегая в другую спорную. Какая-то была краткая инструкция проясняющая как меня на себя вести соответствующие ситуации. И когда этот эпизод видел Поксик Ян для Смай Макарадзе, он лично побежал. Побежал. Догнал, взял его саратур и привел утирающего слезы муку в этот сар. И он тоже получил полна в этот саратур. То, что он хотел. Поэтому тут надо быть как собака шивана в центре. Может быть, привиться к какому-нибудь мишнам. На самом деле, тебе в чем нравится. Мадамахан рассказывал. Я когда это все наблюдал, подумал, это же про нас. Это же как раз наша духовная жизнь. Поэтому один из удивительных преданных, который дает нам надежду на то, что мы можем получить на самом деле. И как я рассказал историю, чтобы закончить лекцию, потому что вроде нужно заканчивать, а все самое интересное еще впереди. Про Шиматер Ракхайда Раник о собственных летах ничего не сказал. Итак, Кристоска Гасвами писает разные ступени духовных любителей. Шилруб Гасвами в комментариях к этому стиху из Пушлого Нелама делает важное замечание. Многие вредные мечтают о любви. Особенно о любви, которую можно видеть во преддавании. Есть много разных вредных которые дерзновеют получить это. У них есть эта амбиция. Они уже достигли такого уровня чистоты. Это у нас предприятие. И в этом они в той и степени переключены идеалом чистой искористной любви. Они понимают, что нет ничего выше, чем эта любовь. Для того уровня, как они уже добрались, эволюционировали. И когда наше сознание постепенно очищается в результате духовной практики, в результате каких-то аскез, когда мы избавляемся тенденций тенденций анарх, которые называем анарх. Сознание раскрывается и человек начинает ценить любовь. Как, например, Макунда. Я уже не интересовал его любовью. Он не понимал, что там происходит, что там был духовный обмен между ваишнамом. Его интересовалось ясное. И даже может не конца. Так иногда и мы, когда открываем читатель челетантов, которая открыствует отношения. Какие отношения? Любовные отношения. Понимание, которое запредельное для нас. Мы же читаем челетантов, ана же аспирантура духовной жизни. Хотя может быть нам бы еще с боговодитой разобраться. Нет. Кровь и брат открывают за руку, а хотя бы вот это как для себя уяснить. Да? Но важно если пропаду мы не имеем возможность читать эти вещи. Когда наше сознание постепенно очищает результаты духовных практик. И вот Шиладжи Вога Свами он что говорит? Комментарии к этому стиху. Мы здесь интересные вещи. Он говорит в этом мире нет ничего выше, чем это руда пала. Удово поехал в Абриндаване. И что Удово в Абриндаване? Увидел. Он кое-что увидел. Он кое-что увидел. И самое интересное он увидел эту любовь. Это Махабхава. Это любовь, которая предана и ждет Господа Кришна. Жены просто пастухов обрели самую высокую ковинда эволюцина натура Бабхава. И Махабхава. Поэтому в том у них появилась эта рука Бабхава. И Бог, который находится внутри и в сердце всего. И почувствовали очень естественно очень простую любовь подобную любовь, которую испытывают и наши девушки. И вот Кодова говорит, что эти любви дополняются великие мудрецы. которые хотят великие мудрецы.